Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Как и всегда, продолжаем анализировать финансовые рынки, следить за самыми интересными и основными движениями. Ну и, разумеется, будучи фундаменталистами, пытаемся оправдать и объяснить то, что на площадках происходит, с учетом той новостной поддержки, которая есть. Предлагаю сразу перейти к содержанию экономического календаря, пробежаться по нему и уже, собственно, потом к инструментам, которые составляют основу нашей долгосрочной уже спекулятивной деятельности. Сегодня, друзья, я предлагаю обратить внимание на целый блок европейской статистики, которая будет посвящена оценке оптимизма потребителей. Их в 13.00 выйдут данные. Я продолжаю настаивать на том, что европейскую валюту нужно продавать, даже несмотря на то, что делают также заявления о том, что и у доллара не очень-то много шансов на то, чтобы укрепить свои позиции. Но в контексте соотношения доллара и евро я уверен, что европейская валюта вынуждена будет реагировать на слабый национальный фундамент, за которым неизбежно последует мягкая экономическая политика. Отчетов у нас было уже очень много. Я каждую неделю разбираю для вас, друзья, когда выходят индикаторы активности в производственном секторе, в сфере услуг. Мы оцениваем действительно бизнес-оптимизм, производственные заказы, темпы экономического роста, торговый баланс, спрос. И все эти данные, я надеюсь, вы знаете и помните, являются крайне удручающими. Поэтому еврозона и настоящая за ней монетарная политика, которой распоряжается Марио Драги, скорее всего, эта политика будет исключительно мягкой. Тоже было очень много аргументов. Я надеюсь, что последующие отчеты, которые будут публиковаться, позволят нам говорить о том, что очень велика вероятность рецессии в Германии со всеми вытекающими отсюда последствиями для еврозоны. Поэтому сегодня не стоит, конечно же, рассчитывать то, что евро активно отреагирует на слабые данные по бизнес-настроениям, по индикаторам настроения ЕС. Но это будет еще одной частичкой общего пазла, которая позволит нам говорить о слабой фундаментальной картине еврозоны. Я считаю, что можно фактически со стопроцентной вероятностью говорить, что данные сегодня разочаруют. 16.30 данные по заказам товара длительного пользования. Это уже статистика, которая должна, по идее, повлиять на доллар. Но, скорее всего, доллар останется еще под впечатлением первого дня выступления Павла в Конгрессе. Сегодня, скажем, у него вторая сессия своих публичных заявлений. Наверное, все самое интересное мы уже услышали вчера. И это самое интересное стало причиной слабости доллара, потому что Павл говорил о выжидательной позиции. Об этом я тоже повторял уже неоднократно. После этого, друзья, переключаемся сразу же на данные по Канаде. Я думаю, что заказы на товар длительного пользования даже можно пропустить и обратить внимание на то, что будет происходить с канадцем. Потому что сегодня выйдет отчет по инфляции. Долго мы уже много раз рассуждали о том, что для канадца является более влиятельным нефть, либо статистика. Но сейчас, пока что, на данный момент, рынок нефти стоит на месте после активных движений в понедельник. Собственно, поднялся выше 65 и вот там держится. Пока что у нас нет причин сейчас говорить о интенсивных движениях канадца с учетом того, что происходит на рынке нефти. Но вот что касается уже статистики, то сегодня она будет. Допускают, что участники рынка переключат свое внимание на нее. И все равно, друзья, по доллару канадцу с учетом ожидания роста цен на нефть, с учетом ожидания того, что статистика для многих оптимистов по ожиданиям, я вижу, может стать предлогом того, что Банк Канады все-таки начнет повышать процентные ставки. Я бы, если уж и предпринял сейчас какую-то активность, то, наверное, уже через торговлю короткими позициями и ожидания пары доллар-канадец в районе отметки 1.30. После статистики по Канаде нам, скорее всего, нужно снова будет сфокусироваться на выступлении Паула. Но я уже отметил, друзья, что не ожидаю каких-то мощных движений сегодня по доллару, потому что, наверное, самые интересные комментарии были уже сделаны вчера. И закрывать день сегодня будет отчет по запасам нефти США 18.30. Кстати, статистика важная, потому что параллельно с данными по запасам выходит еще и динамик общего объема добычи нефти США. На прошлой неделе Штаты отчитались о том, что был достигнут рекордный уровень в 12 миллионов баррелей. И, по идее, друзья, есть даже, скажем, сценарий, есть объяснение того обвала, которое случилось в понедельник. Это реакция трейдеров как раз на данные по рекордному объему нефтедобычи, пустясь небольшим, но все-таки временным лагом. И эти данные, если это так, на мой взгляд, уже были отыграны. Сейчас мы можем сфокусироваться немного на других тенденциях и актуальном фундаменте, который больше связан даже с Трампом. Вот на этой ноте я предлагаю перейти к нефтянке. 65,71 сейчас цены на нефти. Мы в понедельник говорили о том, что то снижение, которое наблюдалось, стало следствием о критике Трампа. В адрес ОПЕК, который снова обвинил их в том, что они манипулируют ценами. С другой стороны, если взять наш накопленный опыт и признать то, что Трамп действительно оказывает серьезное влияние на рыночное настроение, ну, как правило, это воздействие никогда не было долгосрочным. Рынок очень быстро уходил в прежние тенденции, то есть возвращался к тому фундаменту, на котором двигался ранее. В данном случае, друзья, у нас этот фундамент способствовал росту котировок нефти, и поэтому эта идея по-прежнему актуальна. Плюс ко всему, мы еще на рынке черного золота не отработали комментарии Трампа, которые уже были посвящены текущему ходу переговоров между США и Китаем. В частности, Трамп допустил, что соглашение реально между этими странами, соглашение с Китаем может быть достигнуто уже в марте. Я считаю, что это куда более интересный фундамент, чем критика словесная Трампа в адрес ОПЕК. И как раз ожидание, надежда на то, что все-таки ситуация разрешится, и очень сильно поменяется картина в плане рисков для экономического роста, это может поспособствовать тому, чтобы котировки продолжили восходящее ралли. Также, друзья, хочу отметить, что вчера вышел отчет от Американского института нефти. Он сообщил о том, что запасы снизились на 4,2 миллиона. Американский институт нефти релиз — это своего рода репетиция перед данными от администрации энергетической информации. Отчеты, как правило, коррелируют в невысокой степени, но что-то схожее в них есть. Соответственно, если сегодня официальные данные покажут также снижение, то мы попробуем использовать этот фонд, чтобы отбить, опять же, те потери понедельника и снова вернуть котировки в район 67-68. Наша цель поближе к 70, она пока сохраняется и выдерживается. Евро против доллара — 1.1377. Я рекомендовал все-таки открывать короткие позиции поближе к планке 1.14. Возможности для этого были. Надеюсь, вы воспользовались рекомендацией и, в принципе, находитесь в коротких позициях. Если не в ходе вчерашней торговой сессии, то есть открыли ордер, то, по крайней мере, приняли такое решение ранее. По евро я уже в двух словах сказал, индекс доверия Германии, вчера, который был опубликован, слабое значение 10.8. Этот показатель снова вернул на рынок разговоры о том, что, возможно, Германии все-таки не удастся миновать рецессии. Поскольку есть такие очевидные риски, вы должны понимать, что потребители активно на них реагируют. Что это значит? Это значит то, что будет снижаться спрос на товары длительного пользования. Это, в конце концов, отразится на общем показателе активности домохозяйства и приведет к давлению на показатели инфляции. Я всегда люблю проводить параллели по евро с потреб активности и будущими значениями инфляции, потому что это важно. Поскольку инфляция, в конце концов, и создает условия для Европейского центрального банка к определенным действиям. И текущее значение инфляции, текущие риски, которые даже иногда устаю перечислять, все они указывают на то, что с политикой Европейского центрального банка не будет ничего происходить кардинального. Ну, то есть она останется мягкой. Если кто-то из вас сомневается, если считает то, что ЕЦБ все-таки начнет ее ужесточать, ну, фактически, это то же самое, что если бы я задал вам вопрос, как еврозона будет бороться с низкими темпами экономического роста, вы бы ответили, что повышением процентной ставки. Я надеюсь, то, что немного пораскинув мозгами, можно прийти к выводу, что это глупо. А в данном случае по евро держу, друзья, короткие позиции. И рекомендую вам, если не действовать сейчас, то поискать другие уровни, которые лично вам кажутся более интересными, но все равно сохранять селл. Доллар и иена 110.53 снижаемся, как это было, на мой взгляд, ожидаемо. В выступлении Паула тезисно, если отметить, ставки будут зависеть от макроэкономических данных, а данные, в принципе, не радуют. Плюс ко всему, в мировой экономике сохраняется напряженность в сфере внешней торговли, развивающиеся рынки очень далеки от уровней, которые позволили бы не говорить об рисках для мирового экономического роста. Поэтому при таком фундаменте ФРС будет склонен все-таки занять выжидательную позицию. Новость это для кого-то или нет? Я думаю, что нет, потому что я с начала этого года говорю вам о том, что именно выжидательная позиция Федрезерва и будет пронизывать всю политику американского регулятора на протяжении всего 2019 года. Также хочу отметить, что 1 марта, для кого-то это может даже стать новостью, вступит в силу запрет на заимствование для США, поскольку фактически снова будет достигнут потолок госдолга. Что это значит? Это значит то, что нельзя уже будет заниматься на внутреннем рынке. Это значит то, что раньше, размещая облигации и выкачивая ликвидность площадок, создавались условия для укрепления курса доллара. А если сейчас Трамп не сможет договориться с Конгрессом, я допускаю, что не сможет, потому что у нас очень свежие воспоминания по тому, как он долго бодался с демократами, он долго бодался, собственно, с Конгрессом по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Поэтому я думаю, что какой-то единой позиции не будет сразу. А значит, если больше не будет таких колоссальных займов, возможно, для доллара наступит период его позиционной слабости. Это еще один аргумент, почему доллар и иену нужно продавать. И фунт против доллара, друзья, пожалуй, главный герой. В целом фунт вчерашней торговой сессии серьезнейший рост. Это движение в районе 1,32,87. Серьезная восходящая динамика, укрепление с дневных минимумов почти на 200 пунктов. Мы ставили отложку, но эта отложка предполагала продажу с уровней выше, чем открытие вчерашней торговой сессии. Сейчас мы находимся в минусе. Но я предлагаю короткие позиции все еще держать. Потому что самое интересное, тот рост, который мы вчера наблюдали, стал реакцией участников рынка на выступления Терезы Мэй. Уж не знаю, не смотрела за всем выступлением, что ей удалось наговорить отдельно, тезисно, что так сильно возбодрило рынок. Но я знаю основные посылы ее выступлений, и они уж точно никак не вяжутся с текущей динамикой. То, что Тереза Мэй предложит возможность переноса сроков официального выхода Англии из состава ЕС, мы это знали еще в конце 2018 года, и уж точно мы были уверены в этом, когда осознали, что она не сможет протащить соглашение через палату общин. И это было просто вопросом времени. Для меня лично странно, что рынок отреагировал таким образом на то, что было известно. Еще одна позиция, то, что Джереми Корбан, который возглавляет партию оппозиционеров, раньше критиковал, вроде бы как, возможность очередного референдума, сейчас напротив его поддерживают. И появилась идея, что если пройдет очередной референдум, то в этот раз, возможно, большинство проголосует за то, чтобы не выходить из состава Европейского Союза. И это, казалось бы, наверное, позитив для Афунта. То есть никакой конкретики, никаких фактов, только лишь потенциальные действия и что-то там, что может поменяться. Привело к такой реакции. Как правило, я на таком фундаменте не торгую, не обращаю на него внимания. Считаю, что он не достоин, чтобы формировать какие-то новые тренды. Поэтому по фунту рекомендую удерживать короткую позицию. Также еще по доллару канадцу, друзья, котировки на текущий момент 1.3162. Я в качестве ориентира для тех, кто спекулирует канадцам, с учетом ожидания роста нефти и возможной поддержки от сегодняшних данных по инфляции, рекомендую метить в район отметки 1.30. Но лично сам я канадцам, как вы знаете, не торгую. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей, результативной, прибыльной торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.